Здравствуйте! В прямом эфире новости в студии Иван Тинников. И вначале коротко о главных темах выпуска. На сессии Верховного Совета депутаты в окончательном чтении утвердили главный финансовый документ республики на следующий год. Я хочу сказать вам спасибо все-таки за принятие бюджета, потому что его принятие позволит нам продолжить участвовать в национальных проектах. С сегодняшнего дня в столице Хакасии поставить прививку от гриппа можно будет в крупных торговых центрах и спорткомплексах. Прививка дает шанс не заболеть гриппом, не ослабить свой иммунитет и, значит, в более легкой форме, возможно, даже если заражение произойдет от ковида, перенести это заболевание. Хлеб как материал в искусстве. Съемочная группа РТС продолжает съемки фильма о питании в исправительных колониях Хакасии. Андрей Пахабов выяснил, что можно слепить из обычной хлебной буханки. Чем хороший этот материал? Тем, что с этого материала можно вылепить все, что угодно. То есть, начиная, допустим, от мрамора, вот мрамор, здесь, как вот видно, как бы имитация мрамора. Все это сделано, то есть, из хлеба. Хакасский театр имени Топанова готовит спектакль по пьесе шотландского драматурга Мартина Макдонаха. Премьера обещает стать настоящей культурной бомбой. В этой пьесе тоже очень много жестокости, но мы ее как-то так немножко решили гротесково, театрально, чтобы было как-то смешно. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об удаленной работе, который вводит самопонятие удаленки, а также регулирует отношения между сотрудниками и работодателями. Подробности у Оскара Артамонова. Как сообщает сайт РИА Новости, проект закона о регулировании удаленной работы был подготовлен председателями Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Правой документ предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы. Новый закон разграничивает три основных понятия. Собственно, дистанционная или удаленная работа, временная дистанционная работа и комбинированная удаленка. Закон предусматривает, что работодатель сможет переводить сотрудников на дистанционку без их согласия в случае ЧАЭС, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты. Перевод сотрудника на удаленную работу не сможет стать основанием для снижения зарплаты. Также закон предусматривает оплату командировок дистанционным работникам. Вместе с тем работодатель сможет уволить подчиненного, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь. При этом сохраняется право работников на удаленке быть офлайн, а нарушение этого права будет расцениваться как сверхурочная работа. Более подробно с текстом закона, который вступит в силу с 1 января следующего года, можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации. Валентин Коновалов пообщается с жителями республики в прямом эфире через Инстаграм. Стрим с главой Хакасии запланирован на четверг, 10 декабря, начало в 18.30. На сайте РТС наши зрители смогут оперативно отслеживать самые интересные моменты онлайн-трансляции в текстовом формате. Как будет жить Хакасия в будущем финансовом году? На этот вопрос ответили депутаты Верховного Совета, приняв сегодня бюджет республики 2021 в окончательном чтении. Отметим, что закон хоть и принят большинством депутатов, но к единому мнению фракции так и не пришли. С подробностями Эдуард Иванов. Парламентский сезон 2020 депутаты закрыли принятием бюджета следующего года, который уже сегодня обещает быть сложным. Яркий пример. Дефицит под 19%. Такова экономическая реальность. Причины пандемии. Снижается деловая активность малого и среднего бизнеса. И зависимость предприятий угольной и алюминиевой промышленности от колебания цен на мировых рынках. Сегодня республике как никогда нужно консолидировать силы исполнительной ветви власти и законодательной по наращиванию наших доходов, по работе с федерацией. Но я хочу сказать вам спасибо все-таки за принятие бюджета, потому что его принятие позволит нам продолжить участвовать в национальных проектов. Бюджет 2021 хоть и принят большинством депутатов, но к единому мнению фракции так и не пришли. К примеру, либерал-демократы открыто призвали голосовать против. Этот бюджет абсолютно не сбалансирован, абсолютно антисоциальный, я бы сказала. Мало того, очень много денежных средств уходит непонятно куда. У нас очень много вопросов к министру, к правительству и конкретно к Иванову Олегу Альбертовичу. Были реплики, что ЛДПР, по-моему, что мы против, говорят почему. Мы считаем, что это не конструктивная позиция, потому что бюджет принимать надо, нужно жить, входить в следующий год. Мы за движение, мы за прогресс. Фракция Коммунисты России голосовала против представленного бюджета. Во-первых, так как не учтены риски и мероприятия, связанные с пандемией. И во-вторых, параметры доходной части бюджета завышены искусственно и не соответствуют принципу достоверности. Ну, я могу сказать, что бюджет, безусловно, принят, и это уже хорошо, потому что самое страшное это было не принять бюджет и в 21-й год уйти с 1-12 бюджетного обеспечения. Невозможно его идеальным сделать. Кто-то голосовал-то против, обзывая его, что он дырявый. Но бюджет это основной документ, по которому правительство работает, поэтому нужно искать компромисс. Также Верховный Совет в очередной раз обратился к президенту России с просьбой о финансовой помощи. Запредельный дефицит заставляет искать источники его покрытия и еще плотнее работать с Москвой. Порядка 6 миллиардов. Ввиду падения мировых цен на уголь, на алюминий, прогнозируется предварительная оценка недополучения бюджетных средств. Несмотря на разные оценки бюджета Хакайсии, он по-прежнему остается социально ориентированным. Свыше 65% всех расходов это социальный. И, пожалуй, впервые республика пристальное внимание уделила муниципалитетам. Критерий расчета уровня бюджетной обеспеченности доведен до 0,8. Это то, о чем в прошлые годы настойчиво просили главы городов и районов. Эдуард Иванов, Андрей Доржу, Руслан Шалгынов, РТС. Сегодня на сессии депутаты приняли ряд социальных законов. В частности, в следующем году усилят господдержку малоимущих и продолжат республиканские выплаты специалистам, работающим по ковиду. Депутаты приняли в окончательном чтении закон о господдержке малоимущих в рамках социального контракта. В этом году на такую помощь в бюджете республики был всего 1 миллион рублей. В следующем заложили уже около 200 миллионов, учитывая, что из-за пандемии многие люди потеряли доходы. Большая часть средств – федеральные деньги. Расширен круг получателей и сферы применения, например, ведение личного подсобного хозяйства. Деньги могут пойти на оборудование для изготовления швейных изделий и другие мероприятия, чтобы люди могли преодолеть трудные жизненные ситуации. А также приобрести товары первой необходимости и лекарства. Для получателей социальной помощи на основании социального контракта являются малоимущие семьи и граждане, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в республике Хакасия. Размер, условия и порядок назначения и выплаты социальной помощи на основании социального контракта устанавливаются правительством республики Хакасия. Прожиточный минимум пенсионеров в Хакасии на следующий год увеличен на 508 рублей и составит 9986 рублей. Он нужен для установления социальных доплат малоимущим пенсионерам. Таких получателей станет больше – 22 тысячи человек. Источник – федеральный бюджет. А республика продолжит дополнительные социальные выплаты для специалистов, которые ведут борьбу с коронавирусом. При этом расширен список получателей не только медики, но и представителей других профессий. Выплаты будут вестись до конца 2021 года. Ольга Барловская, Андрей Доржу, РТС. Министр образования Хакасии отчиталась перед парламентариями по исполнению национального проекта образования. Депутатов отчет устроил. Скрывать проблемные места Лариса Гемазутина не стала. В то же время по ряду направлений республика успешно развивается. Три школы строят в Хакасии по нацпроекту образования. Сумма почти полтора миллиарда рублей. Школа в Абакане почти готова. В селе Целинное Ширинского района тоже близка к завершению. В деревне Чапаева Усть-Абаканского района меньше чем наполовину под стройкой неожиданно обнаружили подземную речку. Это затянуло работы. По нацпроекту демография возводят несколько детских садов. Самым проблемным оказался Новокурский садик. Он готов лишь наполовину. Нам не удалось переломить ситуацию на данном объекте. Мы, конечно, выражаем глубокую благодарность всем, кто нам помогал, особенно Юрий Александрович Шпигальский, который вместе с нами стоял на крыше и в зной, и в холод, и в ветер. И штабы проводил вместе с нами в своем кабинете. Не нашли мы взаимопонимания, не смогли установить контакт между заказчиком, подрядчиком. Вместе с тем объект должен быть достроен и сад введен в эксплуатацию. Спросили депутаты и про проблемный табад. Садик так и не получил лицензию. Есть все разрешения, кроме контрольного заключения Роспотребнадзора. Причина в воде. Пробы положительные. Вода соответствует всем требованиям. Но водоисточник в селе Табад, который обеспечивает питьевой водой 70% населения, а также действующую школу, действующий сад, сельсовет и так далее, не имеет основного документа. Зато успешно реализуется проект «Цифровая образовательная среда». Больше ста школ и профучилищ получили современное оборудование. До конца следующего года все школы республики, где возможно, подключат к интернету. В Черногорске на базе технологического техникума готовятся открыть еще один кванториум. Председатель парламента отметил, что удовлетворен работой министерства. Отчет подготовлен с критических позиций. Программа действий, которая сейчас намечила министерство образования, она позволяет нам не только вписаться в реализацию в полном объеме национальных проектов, которые осуществляются на территории республики Хакасии, но и привлечь дополнительные силы. Владимир Штыгашев отметил, что проблем много, так же, как и критики в адрес правительства, но власти ищут пути решения. А депутаты должны помогать им по всем направлениям. Ольга Барловская, Руслан Шалгынов, РТС. Строительство психоневрологического интерната в Туиме идет ударными темпами. Напомним, современный комплекс на 200 мест возводится в отдаленном поселке по нацпроекту. Сейчас бригады рабочих утепляют фасад жилого и административного корпусов, завершают изоляцию теплотрассы и строительство гаража. Внутри зданий уже ведется отделка помещений, устанавливаются батареи. Совсем скоро на объекте начнется монтаж лифтов. Также до конца года подрядчику необходимо завершить устройство кровли и фасада, подготовить подключкотельную, как резервный источник теплоснабжения. За минувшие сутки выздоровело 273 человека с COVID-19, заболевших при этом 180. Такие данные были озвучены сегодня на оперативном штабе. Говорили на заседании и о вакцине от коронавируса. Перед ее получением необходимо провести тщательную подготовку. Подробности далее. В начале следующего года в регион поступит 36 тысяч прививок от новой коронавирусной инфекции. Это для добровольной вакцинации населения, но для компании нужны определенные условия, которые есть не в каждом медучреждении. Привитие и вакцинация возможно только в крупных районных центрах либо городах, потому что перед тем, как провести вакцинацию, нужно произвести определенные обследования человека и наблюдать его в течение некоторого времени. Поэтому было определено, что при вакцинации будут осуществляться в шести городах, районных центрах крупных. Второй момент. Препарату необходимы особые условия транспортировки. Только в авторефрижераторах. К хранению тоже строгие требования. Температурный режим от минус 18 градусов. Малейшее отклонение от нормы и вакцина станет непригодной. Поэтому Хакасия теперь вынуждена приобретать специальные холодильники. Мы решили несколько купить передвижных из холодильников. Их будет шесть для реформации, пять для реформации и десять для шести медицинских организаций. Что касается автомобиля. Мы можем автомобиль брать в аренду. К нам. И сейчас вакцина поступает с определенными требованиями тоже в реформации. А вот на покупку холодильного оборудования нужно порядка пяти миллионов рублей. Но в Минздраве отмечают, в таком же положении целая страна. И скоро все регионы ринутся закупать холодильники. И как обычно на всех не хватит. Поэтому нужно торопиться. Глава Хакасии поручил Минфину республике оперативно обеспечить финансирование. Мария Мишнина, Станислав Колчинаев, РТС. 700 доз противокоронавирусной вакцины накануне поступило в Хакасию. В эти дни в республиканской больнице полным ходом идет иммунизация медицинских работников. С подробностями Оскар Артамонов. Перед походом в прививочный кабинет все сдают анализ на иммуноглобулины. А затем медиков осматривает их коллега-врач-терапевт. В первую очередь вакцинацию проходят те, кто работает с ковидными пациентами. Во-первых, вирус достаточно новый. И его все равно, от него у нас нет никакой защиты. А это единственная защита, которая, по крайней мере, как-то поможет. На сегодняшний момент в Хакасию поступило порядка 700 доз двухкомпонентной вакцины гам-ковид-вак. После первой прививки за пациентами ведется постоянное наблюдение, рассказали в республиканской больнице. Пациенты остаются под наблюдением в течение всего периода. И заполняется регистр, в который вносятся все изменения, состояние здоровья и общее самочувствие пациентов. Через 21 день они все будут приглашены, осмотрены. Будет сделан анализ на наличие иммуноглобулинов уже после первой вакцинации. И далее будет проведен второй этап. Оскара Артамонов, Дмитрий Шигов, РТС. Массовая вакцинация населения от коронавируса начнется не раньше января 2021 года. А вот от гриппа все желающие могут привиться практически в любое время. В регион поступила очередная партия вакцины, которая в том числе подходит людям старше 65 лет. Более того, прививочная кампания в Абакане впервые пройдет по-новому. Людям даже не придется идти в поликлинику. Поставить укол с сегодняшнего дня можно во многих крупных торговых сетях и спорткомплексах, где для этого уже оборудованы специальные кабинеты. Разумеется, с соблюдением всех мер безопасности. Поэтому, придя в магазин, можно не только совершить покупки, но и поставить прививку. Медики напоминают, это самый легкий способ избежать опасных последствий после гриппа. Во время подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, люди, которые не вакцинировались, значит, страдают этими заболеваниями, у них снижается иммунитет, и тогда возникает риск присоединения ковид-инфекции и заболеваемости. Потому что это уже доказано и научно, и практикой, в том числе и в Хакасии, что вместе с подъемом заболеваемости гриппом растет и заболеваемость ковид-инфекции. Поэтому прививка дает шанс не заболеть гриппом, не ослабить свой иммунитет. И, значит, в более легкой форме, возможно, даже если заражение произойдет от ковида, перенести это заболевание. В аптеках Республики в продаже вновь появились противовирусные и антибактериальные препараты для лечения ОРВИ. Сейчас они завозятся в аптеки небольшими партиями. Связано это с тем, что у поставщиков их ограниченное количество. УФАС же следит, чтобы аптеки не завышали цены. Что касается медикаментов для больных коронавирусом, то все медучреждения укомплектованы. А тем, кто лечится дома, выдаются бесплатные наборы. На сегодня их около 4 тысяч. Наблюдался дефицит таких препаратов, как противовирусные, антибактериальные препараты. Это совпало с подъемом острых респираторных сезонных заболеваний. И поэтому ряд препаратов, которые применяются при лечении новой коронавирусной инфекции, они, конечно, были в недостаточном количестве. Сейчас в аптечную организацию поступают все противовирусные препараты регулярно, небольшими партиями. Хочется отметить, что многие препараты отпускаются по рецептам врача. И строго рекомендовано применять по назначению, не заниматься самолечением. Сегодня по всей России стартовала акция «Народный кинопоказ». Российский союз молодежи и студия «Военфильм» организовали бесплатные показы кинофильма «Подольские курсанты» в муниципалитетах, на площадках вузов и других местах. Цель проекта – рассказать молодежи о подвиге курсантов, познакомить с историческими событиями, формировать патриотические ценности. Старт «Народного кинопоказа» состоялся сегодня, в День Героев Отечества, на Сахалине. Показы пройдут до мая во всех регионах. Когда и где подольских курсантов смогут увидеть жители Хакасии, мы расскажем в ближайшее время. «Хлебных дел мастера» съемочная группа РТС продолжает съемки фильма о питании в исправительных колониях Хакасии. На этот раз в центре внимания Андрея Пахабова оказалось искусство создания различных декоративных предметов. Основа для лепки – обыкновенный хлебный мякиш. О том, что можно создать с его помощью, в нашем материале. Шахматы наряду с картами и нардами – одна из любимейших тюремных игр. Как и большинство подобных экземпляров, эти сделаны из подручных средств. Поле деревянное, фигурки хлебные. На вопрос о том, как готовится смесь, осужденные улыбаются. Секрета фирма не выдает. Впрочем, и без того известно, что в составе присутствует соль и слюна. Чем хороший этот материал? Тем, что с этого материала можно вылепить все, что угодно. То есть, начиная, допустим, от мрамора. Вот мрамор, здесь, как вот видно, как бы имитация мрамора. Все это сделано, то есть, искренне. Просто замешали разные цвета и получилась вот такая красивая штука. На воле Николай Размазин к творчеству отношения никогда не имел. Потом натворил дел в составе банды и пошел по этапу. Управляться с хлебом научился здесь, за колючей проволокой. По словам осужденного, на изготовление фигур у него ушло порядка двух месяцев. Каждую надо было не только слепить, но и приодеть. Как вот на швейном, как на швейном производстве, мы делаем лекало. По этому лекалу делаем мы, вырезаем штаны, куртку. Вот, мы его одеваем, как полагается. И все, придаем должный вид. Лепка хлебных фигур – это хобби у преступников. И свои обязанности и режим на творчество уходит немногим более двух часов в день. Но и этого хватает. Осужденный чем-то занимается целый день. То есть, не просто сидит в отряде, а принимает активное участие в работах. На администратор положительно смотрит на эти направления. Поощряются осужденные. Принимаем активное участие в конкурсах. То есть, мы соблюдаем данных изделий. Фильм «Баллада о Баланде» выйдет в эфир РТС в конце декабря. Отшельницы Агафьи Лыковой начали строить новый дом. Сейчас ей доставляют пиломатериал. Об этом сообщил директор заповедника Хакасский Виктор Непомнящих. Материальную поддержку при возведении избы оказал предприниматель Олег Дерипаско. Сейчас самый сложный этап – доставка пиломатериала. Чтобы сократить время, в Абакане заранее полностью сложили дом и пронумеровали бревна. Затем на машинах и тракторе привезли разобранную избу на базу отдыха в 250 километрах от жилья Агафьи. Оттуда уже аэролодками первые партии отправлены к месту строительства. Всего потребуется не менее 18 таких рейсов. Хакасский национальный театр имени Топанова готовит к закрытому показу провокационный спектакль по пьесе шотландского драматурга Мартина Макдонаха. Все действует для любителей сюжетов Квентина Тарантино. Кровожадный главный герой мстит за смерть кота. Питерский режиссер Сергей Потапов сразу говорит, этот спектакль категории 16+. Артисты не боятся выражаться ни словами, ни действиями. Здесь уместны пистолеты, маски и грубая сила. Все это черная комедия. По пьесе Мартина Макдонаха «Лейтенант с острова Инишимор». А все начинается с того, что один из героев спектакля «Дэйв» нашел кота-любимца лейтенанта Подрайка мертвым. Чтобы избежать наказания, участники истории задумали подлость и покрасили другого рыжего кота Гуталином, выдавая его за погибшего пушистика. Но главный герой подмену заметил. В итоге всем персонажам приходится не сладко. Мы знаем все, что Мартин Макдонах не просто пишет пьесы, он еще киносонарист известный. Да и у него, конечно, в фильмах немножко веет Тарантино. Есть какая-то жестокость какая-то. Ну и в этой пьесе тоже очень много жестокости. Но мы ее как-то так немножко решили гротесково, театрально, чтобы было как-то смешно. А то по-настоящему такую патологию показывать тоже не очень иногда в театре бывает. Автор пьесы Мартин Макдонах славится умением достоверно показать жизнь простых ирландцев. Сровую реальность, которую они преодолевают с помощью жесткого, но жизнеутверждающего юмора. Молодые артисты, которых здесь большинство в восторге от постановки. Не дают пострелять, прямо охота драйва немножко, а не дают пока. Но на самом деле я очень люблю тарантиновские фильмы, это же Тарантино опять же. И то, что сейчас здесь происходит, мне очень это нравится. Это какой-то драйв, я думаю, в Хакасии вообще такого, ну как бы, я думаю, народ примет это все дело. В пьесе звучат ирландские народные мотивы, а также авторские произведения композитора Татьяны Шалгиновой. В спектакле, кроме основных семи героев, появится еще два новых персонажа. Но режиссер не раскрывает все карты. Это уже третий спектакль с начала года, который актеры Хакасского театра имени Топанова поставили в рамках федерального проекта «Культура малой родины». Финансирует его Театр нации по программе «Театры малых городов». Катерина Ирушина, Дмитрий Парахин, РТС. И новости для спортивных болельщиков. Сегодня команда «Саяны» проведет первый домашний матч. Игра пройдет в рамках всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд высшей лиги. Соперником абаканцев станет команда «Сканевтяник-2» из Хабаровска. Еще одна игра запланирована на завтра, 10 декабря, также на стадионе «Саяны». Начало в 19 часов, вход свободный. Но есть обязательное требование к болельщикам использовать защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Это было последнее сообщение выпуска. Еще больше информации ищите на нашем сайте tvrts.ru, а также в наших группах в социальных сетях. Я с вами прощаюсь. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok